Компания British American Tobacco. Тобачные изделия должны размещаться так, чтобы они были хорошо видны, легкодоступны для продавцов и вызвали сильный импульс к покупке. Вот это British American Tobacco, вторая цитата от компании Philip Morris. Мы должны добиваться такого расположения Marlboro и других брендов в магазине, чтобы воспользоваться импульсивными покупателями. Какие места в магазине являются лучшими для рекламных предложений, рекламы и так далее. Вот, две цитаты. То есть это уже нацеленная стратегия табачных компаний, рекламировать своих продуктов, товаров, прямо на виду всех возможных покупателей. Как уже всем известно, в Украине закон о запрете на рекламу табака действует с 2010 года. После введения запрета на рекламу табачных изделий, выкладка табачной продукции в пунктах продаж стала одним из основных средств продвижения табачных изделий, в том числе подсредством привлечения новых потребителей, а также стимулирования импульсных покупок, как мы уже видим из этих двух цитат. Важно напомнить, что витрение с табачными изделиями в местах продажи способствует социальной приемлемости курения. Используются табачными компаниями как канал, через который они могут оказывать воздействие не только на курящих, но и на некурящих людей, а на бывших курильщиков. Я хочу передать несколько примеров из соседских и более дальних стран. Например, в России. Исследование до внесения их запрет на выкладку в 2013 году показало, что более 80 молодых людей в возрасте с 15 до 24 лет обратили внимание на ту или иную форму маркетинга сигарет. После вступления в силу их запрет на выкладку на точках продаж, такие случаи почти полностью исчезли. Мы тоже видим, что в России распространенность курения тоже падает почти на 13% за последние 10 лет. И это все связано с их законом. Тоже стоит отметить, что Молдова тоже недавно приняла такой же запрет. Мы ждем, когда вступит в силу. И буквально две недели назад Словения тоже приняла такой же запрет. Это значит, что это мировой тренд. А в Белоруссии тоже. В Белоруссии уже больше года запрет выкладки работает. Там абсолютно не видно, как в России. Вообще не видно нигде в точках продаж. Можно, конечно, продавать, можно продать и купить, просто не видно, чтобы не привлекать внимание. Это очень эффективный способ. Исследование, проведенное в США, показало, что требование размещения сигарет вне поля зрения снижает поддерженность подростков в рекламе сигарет на целых 83%. Значит, научные факты доказывают, что запрет на выкладку табачных изделий в местах продажи практически осуществим и не оказывает негативного воздействия на доходы магазинов. Еще вот несколько маленьких примеров, потом закончу. Анализ объемов продаж табачных изделий до и после введения запрета на выкладку в Ирландии не показало существенного воздействия на доходы магазинов через год после введения такого запрета. Не показало. Уровень соблюдения запрета был стабильно высоким в нескольких странах, в том числе в Австралии, в Ирландии и в Норвегии. И согласно результатам опроса розничных торговцев табачными изделиями в Новой Зеландии, удаление табачных изделий с витрин и прилавок привело к сокращению краж, не потребовало больших расходов, не было затруднительным и не оказалось существенного влияния на доходы. Я думаю, такие международные примеры достаточно показывают, что такая мера, как запрет на выкладки в точках продаж, это только позитив, без никаких минусов. Продолжение следует...